Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях предприниматель, эксперт в области окружающей среды с многолетним опытом предпринимательской деятельности как раз в серии утилизации отходов. Марий Семанович, у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, может быть, после знаменитых выступлений Греты Тумберг, может быть, после других событий, ну как-то больше люди, даже те, которые повседневно об этом не задумывались, стали обращать внимание на ситуации с окружающей средой, на те проблемы отходов, которые все мы оставляем. Ну, такова реальность. Здесь еще и дискуссия, уже принято решение о введении депозитной системы. В принципе, если мы говорим о Латвии, у вас все-таки многолетний опыт. Где мы находимся? Как, насколько мы, не знаю, отстали вообще от других стран Европейского Союза в сфере утилизации отходов? Ну, во-первых, я думаю, что мы находимся на правильной дороге, можно так сказать. Если посмотреть за последние 20 лет, что мы сделали, мы внедрили уже в латвийскую политику много требований Евросоюза, практически все, можно даже сказать. Конечно, мы можем дискутировать насчет того, как нам удалось это внедрить в практику, что еще находится в плане разработки. Ну, глобально говоря, я думаю, что мы идем в правильном направлении. Ну, конечно, всегда заключается вопрос в индивидуальных решениях. Население, будут они в этом участвовать или не будут. Я думаю, это, конечно, различает разные европейские страны в плане того, какие люди там живут, и как они относятся к этому вопросу на индивидуальном уровне. – Если мы говорим вообще о современных способах утилизации, вот как вам кажется, вот эта сортировка мусора, ну, у нас придет нас с опозданием, но все-таки придет, соответствующий закон уже принят. Это вообще правильный подход? Потому что тоже были разные версии, говорили о том, что все это в результате все равно удорожает сам процесс вывоза мусора. Вот как вам кажется? – Ну, конечно, вывоз мусора станет дороже по-любому, потому что захоронение мусора, который в Латвии практически ничего не стоило раньше, это будет стоить все больше и больше, потому что это облагается налогом. – То есть, в принципе, население должно быть к этому готово, да? – Конечно, да. И как бы этот налог на захоронение – это, в принципе, экономический мотиватор для населения, чтобы увеличить объем сортировки, потому что вывоз сортированного мусора для населения – это бесплатный на сегодняшний день. – Вот все-таки, говоря о ситуации, которая сложилась, ну, к примеру, в Риге, с вывозом мусора, у вас большой опыт, но вот понятно, что простые люди не должны быть специалистами в этой сфере и вообще, может быть, в сфере организации предпринимательства по вывозу мусора. Вот нам все время говорят, что нужна конкуренция. Сначала была история с 20 лет, теперь, я так понимаю, уже о семилетнем договоре, закупка еще только собирается объявить или уже объявлена. Но ведь мы знаем, что, ну, Латвия – маленький рынок, у нас столько компаний сколько есть. Может ли появиться конкуренты, откуда им взяться, и насколько вообще это очень затратное мероприятие для предпринимателей? – Потому что все говорят только о прибыли, а в затратах никто, да? – Это очень неправильно сказано, потому что в плане предпринимательства всегда как-то мы забываем, чтобы чем-то заняться, надо вкладывать деньги. И в том числе в Латвии и в Риге, по большому счету, не было этих вкладов за последние 5-7 лет, они были минимальными, потому что все те предприниматели, которые работали в Рижском рынке, понимали, что будет новый тендер, и как бы нет повода покупать новые машины или какие-то новые инвестиции делать, потому что будет новый тендер. И если мы посмотрим то, что вообще происходит в Латвии, после того, как предприниматель выигрывает тендер в плане сбора мусора в какой-то территории, тогда и происходят инвестиции, это закупка нового автотранспорта, строительство линий, фабрики и тому подобное. Но это фактически еще предприниматель, если так можно сказать, кредитует сам собственный бизнес, потому что еще ведь деньги не приходят от Рижской думы услуг. Конечно, но всегда мы идем в банки, собираем все, что у нас есть у самих, и идем в банки, и должны тоже удостовериться, что банк поднимает этот бизнес, и банк готов кредитировать. Я думаю, что то, что вообще произошло с мусорным хозяйством за последние некоторых лет, это, наверное, снижает интерес иностранных инвесторов прийти в этот рынок. Почему? Потому что наши муниципальные предприятия, они могут обхозяйствовать мусор без конкурса. Они могут любой день, муниципалитет может сказать, так, новый тендер делать не будем, мы просто это займемся сами, как, например, пейгуры. Это большой рынок, ну, для Латвии буквально 10% или даже целый регион, который ушел с этого рынка, да, и как бы это как раз и снизило конкуренцию, потому что осталось буквально 3-4 частных больших предприятий, которые вообще могут между собой конкурировать. Как бы если этот рынок сокращается на эти территории, которые подключаются к муниципальным предприятиям, как бы глобальный интерес к латвийскому рынку, он унижается. Если мы посмотрим за предыдущие года, финны продали свой бизнес в Латвии, шведы продали, немцы продали, да, как бы все с этого рынка ушли, потому что нету этого долго такого срочного плана и нету стабильности в законодательстве, в том числе... — Вообще непонятно будет ли прибыль для предпринимателей... — Конечно, потому что тоже вопрос депозита, да, все мы участвуем в конкурсах, мы как бы поставляем эти сатировочные контейнера или строим линии, конечно, мы ориентируемся на то, будет там материал или не будет. Если, например, такой пэто-алюминия в мусоре больше не будет, тогда вопрос вообще о купности сатировочных линий или контейнерного парка. Если нету прибыли или дохода даже, сначала должен быть доход, да, если нету дохода по продаже материала, то понятно, что все равно эти инвестиции должны окупиться каким-то доходом, и тогда будет прибыль, и наверняка этот доход будет как бы приходить, к сожалению, с населения, потому что население в одном или в другом плане за это заплатит. — Да, я понимаю, что когда говорят, вот, сейчас 20 лет – это много, ну давайте 7, но ведь давайте там поделим по секторам, чтобы каждой фирме, которая будет вывозить мусор, там не больше, чем одна территория, одно время, говорит, две территории, потом три одна, ну если Ригу поделить по этим секторам, но ведь как ни дели, все равно те игроки, которые есть в нашей стране, потому сколько это очень сложный и затратный бизнес, но новые не появятся, вряд ли придут обратно, не знаю, шведы, датчане, немцы, и скажут, нет, теперь мы будем в Риге мусор вывозить. — Ну мы можем посмотреть даже на всю Прибалтику, да, я думаю, что это более-менее такой рынок, который мы знаем. Мы хотели пойти в конкурс в Вильнюс, например, да, большой конкурс, но мы поняли, что идти в Вильнюс из-за одной или даже двума или тремя зонам – это очень дорого, да, так что в том числе… — То есть вы, естественно, могли участвовать, но поняли, что это… — Да, ну, конечно, зачем тратить там деньги, если мы понимаем, что наше предложение не будет конкурентоспособное. Я думаю, если посмотреть на все Балтийские страны в месте, то за последние 3-4, даже 5 лет я не видел ни одного иностранного игрокра, который бы пришел на этот рынок, потому что мы должны понять, что для иностранных игроков это очень маленький рынок, да. Если посмотреть там на Польшу, на Германию, там практически любой город в два раза больше, чем вся Рига общая взятая, да. И просто это… Мы приходим к тому, что все равно в этих тендерах, как и в любых других, в Бабе и Тамару, там, или где вообще тендеры происходят, встречаются 3-4 местных игрока, да, и соревнуются между собой, кто сможет дать лучше цену и предложение по обхозяйственному мусору. — Я так понимаю, что за короткий срок окупить вложения нереально, да, они настолько большие. Я представляю, сколько стоит каждая машина, вот большая, вот грузовик по вывозу мусора, и я уже не говорю там про зарплату людей, налоги и так далее. То есть это долгосрочный проект в любом случае, да? — Конечно, любая машина – это практически 160-200 тысяч евро, да. — Одна машина. — Да, если нам для Риги нужно там 60 или даже 80 специализованных машин, так что это как минимум 15-16 миллионов евро, которые мы должны вкладывать только в автотранспортный сект, этот автотранспорт, да. Если идем дальше, нам в Риге нужна сортировочная линия для сортировки вторичного серия. Это опять же линия, которая как минимум 8-10 миллионов, да. Обойдется, чтобы мы смогли сортировать весь мусор, который люди будут сортировать дома. Потом нам надо сделать 10 или 11 сборочных площадок, которых в Риге нету. И мы все знаем, что если у вас там случайно появился, ну скажем, диван, который вы хотите избавиться, вам очень большая проблема это сделать. — Да. — Потому что нет вот таких сборочных площадок, где вы можете привезти. — Поэтому иногда вот многоквартирные дома, во дворах мы видим и старые диваны, и старые унитазы. Вот все выбрасывают просто возле подъезда. — Конечно, и как бы мы, компании, которые вывозят обычный мусор, мы не должны это брать, как бы это не полагается. — Это крупногаборитный мусор. А кто же должен вывозить? — Это вы, в принципе, должны заказывать по СС. — Транспорт. — И сами за это платить. — И сами за это платить, конечно. И если вы должны вывезти один диван, может, это вам обойдется. Если легально это сделать, даже в сотню евро, да, в цену нового дивана. — Просто бросает люди во дворе, и все, да. — И тогда кто-то, в конце концов, ну, все мы за это заплатим. Тоже относится к этим контейнерам сатировки. В Риге их недостаточно, да. Если мы съездим там в Барселону, вся Барселона полная с сатировочными контейнерами, которые расположены на муниципальной земле. В Латвии, в Риге, такого нету, да. Этих контейнеров не хватает. — А там кто за это платит, в Барселоне? — Конечно, это включено в тарифы, и муниципалитет просто говорит, где их можно поставить. На сегодняшний день муниципалитет говорит, ставить нельзя, будет конкурс, мы покажем, где можете ставить, там и сможете поставить. — Вот тарифы, мы понимаем, что все дорожает, видимо, и тарифы на вывоз мусора тоже будут дорожать. Есть ли какой-то, не знаю, там потолок или предел, потому что многие жители думают так, ну вот конкурс будет, ну понятно, что большие вложения жителей, тоже придется солидарно как-то за это платить, и в какой-то момент, может быть, тариф станет, не знаю, космический, или есть определенные ограничения по договору обычной. — Давайте посмотрим на макродаты. В Латвии мы сейчас, если я правильно помню, где-то порядка 70% среднего дохода Евросоюза. Если смотреть, опять же, на расценки по вывозу мусора, ну я думаю, в Латвии в среднем это 20 евро за кубический метр, и тоже цена в Риге последний конкурс была примерно 20 евро с НДС. Если посмотреть и сравнить со странами, например, Германии, например, Скандинавии, Финляндии, Швеции, средняя цена вывоза мусора для населения порядка 40, 50, даже 60 евро за кубический метр. Это больше, чем в два раза дороже, чем у нас в Латвии на сегодняшний день. Самая высокая цена даже. Так что, я думаю, население должно понять, что вывоз мусора, это станет очень дорогим процессом, и все будут мотивированы как бы сортировать, чтобы избавиться от той части, которая должна захороняться, потому что захоронение будет очень дорогим процессом. И в конце концов мы будем в Латвии и сжигать мусор, и, конечно, сжигание мусора, это еще два-три раза дороже, чем на сегодняшний день является захоронение. Так что, это просто такие данные, ну, которых уже, это понятно, что это рано или поздно будет, потому что это с нас требует Евросоюз. А насколько вообще повышается все время требование Европейского Союза, поскольку еще недавно, когда была объявлена вот эта закупка на 20 лет, по-моему, и вы, и представители и других компаний, там, Клейн и Экобал, говорили о том, что да, действительно, требование ужесточается, там, в 2021 году, по-моему, очередные какие-то правила. Может быть, несколько слов об этих требованиях? Ну, есть много разных требований, которые мы должны достичь, даже порядка до 2030 года, например, относительно захоронения мусор, это должно снизиться за более чем, короче, 50% меньше мы должны захоронять, уже, мне кажется, порядка в 2021 году. А остальное все утилизировать? Да, перерабатывать, утилизировать и, как бы, использовать. Например, если мы говорим насчет PET-бутылки, до 2030 года, сейчас уже идут разговоры, что должно перерабатываться и запираться более 90% бутылки. Если мы говорим о биологических отходах, тогда сейчас идет беседа о том, что до 2022 года мы будем должны в Латвии, как бы, отдельно собирать и перерабатывать биологические отходы, которые уже мы, как бы, должны были делать в следующем году, но это нереально по тому, где мы сегодня находимся. Так что Евросоюз дает нам такую дорожную карту по каждой фракции мусора. Это уже местные политики и законодатели, которые должны принять решение, как это сделать в Латвии самым лучшим способом. Но в любом случае от этого нам никуда не уйти, да? Конечно, от этого нам никуда не уйти. И я думаю, что мы все должны работать на то, чтобы оставить за нашим поколением планету, в которой еще люди могут жить, да? Да, а не только мусорить. Одевайте, пожалуйста, наушники. Будем принимать звонки 6212-939-6213-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. А у меня вопрос по производству мусора. Вот, например, Фирки Кармс выпускают в коробке, в большой рыжей коробке, 7 штук. Но сколько раз я покупала, там это, сурки занимает ровно половину коробки, половина пустая и материала больше. А вот кто-нибудь занимается именно производством упаковки, смотрит, какая упаковка на предприятиях? Спасибо. Спасибо большое. А об упаковочных материалах может быть такой вопрос? Я думаю, очень хороший вопрос. Если мы смотрим на то, как осенение может влиять на то, чтобы уменьшить объем мусора, во-первых, это принимать хорошие решения о покупке разного товара. Потому что, как показывает статистика, в порядке 6 месяцев 99% от товаров, которые мы купили, они все равно пойдут в мусор. Более 60% того, что мы покупаем, мы вообще не нуждаемся в этом. И в том числе, даже если мы смотрим на упаковку товаров, очень много ситуаций таких, где мы как бы для нашей пользы или удобства, мы упаковываем товары в многочисленные упаковки, например, в пленку, картон и еще потом в какой-то майсинч. Да, такой мешочек. Месочек. Ну, в конце концов, это нам не надо. Мы можем купить, например, те же яблоки, как они стоят на полке. И я даже пару раз проводил эксперимент. Взять просто яблоки, пройти в кассу и посмотреть, что будет. В 80% вам кассирша постарается еще их положить все-таки в какой-то мешочек. Ну, с другой стороны, есть определенное удобство для покупателей. Ну, вот не все ходят с этими отчеркнутыми сеточками. Все-таки они стоят денег, если их покупать, не знаю, в том же Риме. И многие берут эти полиэтиленовые мешки с эмблемой магазинов, неважно, Риме, Максима. И я так понимаю, что эти мешки тоже загрязняют окружающую среду, полиэтиленовые. Да, конечно, я думаю, сейчас в любом магазине есть картоновые, бумажные мешки и есть полиэтиленовые. Так что, я думаю, первое решение, которое каждый человек должен для себя принять, что давайте использовать картоновые или бумажные. То есть, он сам должен для себя это решить. Это, в принципе, они стоят те же деньги, что этот полиэтиленовый. И, кстати, этот полиэтиленовый переработать очень-очень трудно. Это практически невозможно, потому что он загрязняется. И уже когда его отделяется, отделяется от общего мусора. Это просто масса тонкого полиэтилена, которого очень трудно переработать. Он просто идет на сжигание. А стоит эта вся процедура очень дорого в итоге? Конечно, потому что надо все это произвести из нефти, потом сделать мешочек, привезти в магазин, в магазине продать и потом еще использовать. Майя Симонович, у нас в студии. Привемся буквально на пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире. Майя Симонович, у нас в прямом эфире. Говорим не только о вывозе мусора, а вообще о защите среды. И действительно, это интересный вопрос, который, может быть, так громко подняла непонятая всеми школьница шведская Грета Тунбек. Она все время говорила о том, что уже нынешнему молодежи будет через лет 20-30 тяжело жить в связи с экологическими проблемами. Но, наверное, следующим поколениям еще будет сложнее. Не всегда мы об этом задумываемся. Конечно, есть такой Earth Shootout Day, в которую дату мы использовали все ресурсы, которые планета может произвести. Глобально это в этом году было конец июля. Но, кстати, в Латвии это было 4 апреля, если правильно помню. Это просто значит то, что мы в 4 апреля уже использовали все ресурсы, которые планета Земля для латышей в этом году смогла произвести. Так что это просто значит то, что мы для своего удобства пожертвуем ресурсы следующего поколения. Ну, вот тоже такой интересный вопрос. Многие когда говорят, что надо как-то каждому задумываться о том, что он вообще делает, как он свою среду обитания вообще сохраняет, в котором жить его детям и внукам. Ну, есть такой стереотип, может быть, потому что мы живем в маленькой стране, и все говорят, ну, вы знаете, ну, это проблема больших стран, не знаю, Китай, Соединенные Штаты, там, Россия. Вот они всякие там парниковые эффекты, выбросы делают. Но мы по сравнению с этим 0,01%, и мы можем делать все, что мы хотим. Но если большие, а мы знаем, что там, не знаю, те же Соединенные Штаты, там, не хотят вообще-то киоски протокол признавать и так далее, что это ничего не даст. Вот как убедить людей, что от каждого все-таки что-то зависит? Знаете, очень хороший вопрос, я считаю, что это все-таки, опять же, индивидуальная такая ответственность, да. Я хочу тоже, может, такой буквально брутальный пример привести. Знаете, мы все как бы раз-раз идем в туалет, да. Ну, как-то раньше это был сухой туалет. Да. И потом кто-то придумал туалет вот такой, как мы знаем сегодня, с водой. И это все принимают как стандарт, но все равно вы иногда вот куда-то приходите и видите, что кто-то там вот постарался стать ногами на этот белый порцелан. Да. Я думаю, что это просто показывает, что можно достичь глобальную измену, если, ну, изменения, да, если мы все на это решимся и начнем это делать. Конечно, все сразу это не сделают, да, кто-то там в Китае, наверное, еще не видел нормального туалета, какой мы знаем сегодня, да. Но рано или поздно мы к этому придем. И если сказать, что это глобальная проблема и мы в Латвии ничего не можем делать, это точно неправильно, да, потому что Евросоюз тоже большая федерация, можно сказать, где мы все вместе работаем на то, чтобы Европа все-таки была чище. Да, я согласен, что в Китае это загрязнение, парковый эффект, это вот как раз в Шанхай, Пекине, Бейджинг, да, это те города, где, ну, ужасная ситуация. Я сам там пару раз был, вы солнца там вообще не увидите, может, даже неделями, да. Именно из-за экологии. Да, но они тоже об этом думают, если вы сейчас везете в Китай, вы видите, что много машин перешли в дизель и бензин на газ, да, как бы они об этом думают. И это тоже постепенно переходит на какие-то более… Да, потому что этим же мы все дышим, да. Конечно, да. Вот такой, может быть, вопрос, который вам часто задают, ну, вот мы знаем, вот Гетлини, крупнейший, вот такую вот, не знаю, свалку, да, хотя это уже такое современное предприятие, даже такое слово «свалка» не очень… Полигон, давайте будем называть полигоном. Я тоже так думаю, что потому что, ну, свалка – это как такое что-то неопрятное, там действительно такое современное производство 21 века. Но, тем не менее, мы можем догадываться, что и Гетлини – небезразмерный какой-то полигон. Что будет дальше? Ведь пройдет еще 10-20 лет отходов, все больше и больше. Что дальше будет происходить, как вам кажется? Ну, в последний раз, когда я был в Гетлини, нам уже показывали, что они с одного конца откапывают старые захоронения и стараются что-то там отсортировать и использовать эту землю, как раз перекладывать эти новые захоронения. Я думаю, что Гетлини будут в полном и, ну, уже совсем близком будущем. И, конечно, сделать новую свалку при Риге – это очень-очень трудно, потому что все владельцы земли, конечно, не хотят, чтобы эта свалка находилась на их земле. Пускай в другом месте, только они возле них. И очень-то уже негде ее делать, но, в принципе, в том же месте, около Гетлини, но там свободного места нет. И я думаю, мы просто придем к тому, что мы должны будем строить сжигательный завод, где вместо того, чтобы захоронять мусор, мы будем сжигать все, что можно сжигать, и в Гетлини захоронять только как бы биологические массы, которые потом можно использовать как землю где-то в строительстве инфраструктуры, например. Я знаю, что недавно было создано такое приложение мобильное, которое позволяет рассчитывать в онлайн-режиме, оказывая частным лицом или предприятиям негативное влияние на окружающую среду и ликвидировать его даже. Может быть, несколько слов об этом? Да, но это тоже один из моих проектов. Мы создали аппликацию, чтобы люди могли посчитать, сколько углерода, углеводорода, наверное, да? Да, ну, СО2. СО2, да. Сколько СО2 мы производим? Углекислого газа. Да, потому что все наши действия загрязняют среду как раз углекислым газом. И многие из нас просто не понимают и не знают, что, например, вы можете пользоваться лифтом или вы можете пойти пешком. Разница в том, что ваш поход не загрязняет среду, опять же, ваш поезд лифтом загрязняет среду. Что мы хотим этой аппликации достичь? Мы хотим достичь того, чтобы люди осознавали эту проблему. Есть домашняя страница nothot.org, где вы можете сделать эту калькуляцию для себя. И самый легкий образ, как можно это решать, это мы можем посадить за вас деревья, если вы их так хотите. Потому что в Латвии у нас очень много землей, которые не используются в сельской хозяйственности. Но они очень пригодны как раз для того, чтобы садить деревья. И, как мы уже знаем, Латвия – прекрасное место, где жить. И, я думаю, с этим проектом мы просто сделаем Латвию одной из самых зеленых стран в мире. Может быть, такой вопрос, вот так вот время эфира быстро у нас идет. Я понимаю, что сейчас очень тяжело что-то прогнозировать, но, тем не менее, возвращаясь к ситуации. В Риге сейчас мы живем в сфере вывоза мусора в режиме чрезвычайной ситуации. Было принято соответствующее решение Кабинета министров. Потом Сейм, после, кстати, не очень простых дискуссий, все-таки решил утвердить вот этот режим чрезвычайной ситуации. Он скоро закончится. Что может быть дальше? Какие опции? И вообще готовы ли предприниматели, на ваш взгляд, вывозить мусор в такой ситуации, когда нет договоров новых с жителями? Нет еще результатов вот этой многолетней закупки? Что вообще будет вот в этот переходный период? Ну, опять же, ситуация очень странная, с моей точки зрения, потому что, с одной стороны, был конкурс, где определили, был определен победитель, который начал инвестировать. И Тири буквально инвестировали несколько миллионов, чтобы создать всю инфраструктуру. Уже успел инвестировать? Ну, конечно, закупили сервера, как бы наняли сотрудников и заключали договора. Потом это было прекращено, и как бы была назначена ситуация чрезвычайная, где мы продолжали обхозяйствовать мусор на предыдущих договорах. И был план, что будет создан новый конкурс, который не успели создать, потому что надо было подтвердить местные эти правила обхозяйственных, которые не удалось. Получается, что сейчас, буквально на прошлой неделе, был опубликован новый тендер на основании старых правил предыдущих. Это как бы такой большой юридический казус, потому что 12 декабря заканчивается эта чрезвычайная ситуация, и чисто теорически у тех компаний, которые сегодня обхозяйствуют мусор, не будет права этого делать больше, если не будет найден какой-то юридически корректный способ, как нам продолжать работу, продолжать вывозить мусор. В том числе в начале следующего года опять же повышается налог на захоронение мусора, что значит, что та цена, которую мы сейчас предлагаем клиентам, не будет реальной, потому что мы должны будем платить больше за захоронение. Опять же, этот рост цены или даже налога, он по закону должен сразу автоматически приставляться населению. Так что, я думаю, ситуация очень сложная, юридически запутанная, и я вижу, что некоторые политики на этой ситуации просто стараются добиться, можно сказать, политического капитала, но забывают о том, что мусор, к сожалению, производится каждый день. Если один, два, три дня его не вывезти, это еще ничего, но если уже пойдет третий, четвертый или пятый день, то в Риге мусор будем вывозить тракторами, потому что если он будет накопляться, в Латвии мусорных машин столько, сколько их есть. Я уже не говорю о санитарной ситуации. Конечно, это крысы, ну ладно, мухи, слава богу, сейчас холодное время года. Для крыс это будет праздник. Конечно, да, это будет новогодний праздник. Да, как раз. Но еще интересно, что все время говорят, что вот маленькая конкуренция, но мы в первой части это уже обсуждали, но с другой стороны, если есть там две крупных компании, ну еще третья была, то в принципе это уже есть какая-то конкуренция. Ну, я считаю, что в Латвии сейчас как минимум четыре конкурентоспособные компании. На всю страну вы имеете. Да, ну, скажем так, большинство из них концентрируется в Рижском регионе, да, и в каких-то регионах, где они уже оперируют. В то же время, я думаю, что есть много регионов, где вообще нет конкуренции, и как бы большие регионы, которые уже должны были быть подвергнуты конкуренции, это та же, например, Пе-Юра, да, где мы то, что слышали, это КНАП и вся расследовательская деятельность, потом ОГР и весь регион, где много населения, и тоже как бы нет конкурса уже много лет. Это Ялгова, где уже по судебным соответствиям СТССР... Даже Крестоносу дошло дело, да? Ну, там уже это решение суда было давно, которое, в принципе, подвергло расторжению всех предыдущих договоров, в том числе в Ялгове, в Риге, да, и тому подобное. И там как бы ничего не меняется. Тоже ЗАО, где уже более 15 лет, если правильно помню, нет вообще никакой конкуренции, да. Так что есть очень много регионов... Все почему-то обращают внимание на Ригу, на самом деле в регионах ситуация... Да, ну, в Риге, в принципе, мы говорим порядка, наверное, одна четверть или немножко больше, одна третья часть населения, которое живет в Риге, об этой конкуренции. В то же время, одна третья часть населения, которое живет в регионах, они про такую конкуренцию даже не слышали, да, потому что у них все время одна компания, которая этим занимается. Да. Вот, может быть, такой вопрос, он такой специфический. Вот, что касается отходов мусора, мы, в принципе, понимаем, да, вот, и крупные отходы, мы об этом говорили, там, не знаю, старые диваны и так далее. А вот, действительно, может, не знаю, вот те, кто занимается утилизацией мусора, вот, обычного в контейнерах, может ли за дополнительную плату заняться и вывоза вот этого крупного мусора, потому что все равно это загрязняет среду, или это нужно отдельную закупку проводить? Знаете, давайте разделим ситуацию в Риге и не в Риге. Да. Да, в Риге, конечно, могут, да, но это не оформленная, ну, как бы, услуга, да. Да, и они должны решаться индивидуально. Если мы смотрим на те регионы, которые, где был конкурс, в Бабе и Татамару, или все, ну, практически все остальные регионы, где конкурс проходил, там всегда в уставе тендера, ну, описана ситуация, как это будет решаться. Да, или это, например, два раза в год бесплатный вывоз, или это доплатный вывоз, или это площадка просто, где вы привозите весь свой там домохозяйственный мусор, и вы можете доплатить и легально все это оставить там в этих больших контейнерах. Я считаю, что это самая нормальная ситуация, что есть эти сборочные пункты. В Риге, к сожалению, этих сборочных пунктов нет, потому что нет регуляции этого вопроса. После тендера нового, конечно, любой, кто выиграет, должен, будет, должен создать такой пункт в своей территории, в которой он был об хозяйстве. Конечно, такой пункт, чтобы его создать, там, сбор воды, которая падает с неба и тому подобное, это несколько сотен тысяч евро, чтобы создать небольшой пункт, где вы можете привезти весь свой мусор, и он был бы абсолютно чистым и как бы не влиял на окружающую среду. Да, еще, может быть, в завершение такие два момента. Вот помните, совсем недавно был, в прошлом году большой резонанс вызвал этот пожар, вот хранение нелегальных этих покрышек, вот в Юрмале. Это был, нет, в Юрмале горел просто мусор. Горел просто мусор, да. Тот, который привезли, там просто привезли мусор из Швеции, который загорелся, просто все как бы привыкли, что всегда горят шины, но на самом деле в Юрмале как раз горел мусор, который... Бывает, и я так понимаю, дважды, по-моему, были какие-то крупные пожары, вызванные вот этими старыми покрышками, что с этим делать вообще? Это тоже очень больная тема, да, потому что в центре Риги до сих пор находится несколько тысяч тонн собранных покрышек старта ЕЛА-4, да, и этот вопрос... Да, старт, это самый центр. Да, это самый центр. Если там немножко как бы произойдет пожар, то понятно, что буквально Рига задохнется, да, потому что объем шин, который там собран, это безбожно большой, и, ну, уже более полтора года этот вопрос никак не решается. Все знают об этой проблеме, компания, которая это собрала, собрала деньги и смоталась, как можно сказать, да. Да, и так до сих пор это не решено. И до сих пор это не решено, и я даже не вижу, чтобы это как-то решало, к сожалению. Одно время была очень, как бы, такая активная деятельность, но где-то последние полгода вся деятельность затихла, и шины там и как стоят. Хотя первый вариант, надо их вообще из центра убрать, да, для начала. Ну, я думаю, что это как бы минимальная программа, убрать их из центра, потому что это просто, ну... Очень опасная. Очень опасная вещь, потому что если эта куча загорится, это температура, загрязнение воздуха, окружающие среды, да. Ну, знаете, сколько мы можем видеть дыма, если горит там только одна-две шины, или когда в спилах горело, там, пару сотен тонн, ну, загрязнение было большим. Может быть, такой последний вопрос туда, у нас сейчас нет крупных предприятий, там, которые мы все знали, там, не знаю, ВЭФ, или там, не знаю, радиотехника, в том виде, в котором она была, Альфа. Но, тем не менее, есть, наверное, какие-то промышленные отходы. Как с ними поступать, и что в Риге с ними делается? Потому что все-таки у нас есть какие-то небольшие вот предприятия, которые занимаются вот производством, и у них есть соответствующие отходы. Ну, я думаю, в этом секторе ситуация намного лучше, потому что там те, которые, предприятия, у которых образуются индустриальные и произмышленные отходы, они, во-первых, сортируются, и, конечно, все, что может быть отправлено на переработку, перерабатывается. То есть, у предприятий есть какой-то договор, наверное, с теми, кто этим занимается? Да. Другой вопрос, скажем, та часть, которая не может перерабатываться, она просто попадает в общий объем бытового мусора, который дальше едет в Гетлин, и там он сортируется на линии, и, опять же, все, что можно перерабатывать, отсортируется. Ну, конечно, в Латвии есть многие предприятия, которые не в Риге, например, Валмер, Гроглас, у них большая проблема промышленные отходы, и, конечно, там, я думаю, ситуация накаленная в плане монопольные муниципальные предприятия, и один большой производитель, у которого нет хорошего решения, как управлять его мусором. Да, ну что ж, нам остается только надеяться, что все-таки в Риге будет найден какой-то выход в пользу жителей и вообще в пользу Риги по поводу отходов, и все-таки, когда закончится режим чрезвычайной ситуации, удастся какое-то оптимальное решение найти. Ну, и, наверное, в завершении можно еще раз сказать, что каждый должен думать о том, как свою среду, что он делает со своими отходами, как правильно поступить с точки зрения защиты среды. Да, я думаю, каждый должен подумать насчет ООС, ну, что мы используем, какие ресурсы следующих поколений мы используем сегодня ради своего блага и удобства, так что подумайте дважды, надо ли вам все это покупать, использовать и потом выкидывать. Да, это хороший вопрос. Мария Симонович, у нас был в студии и большое спасибо.